Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В Крачево-Черкесии ситуация с распространением коронавирусной инфекции в целом улучшается, но по-прежнему остается достаточно напряженной. Об этом сегодня рассказали Министерстве здравоохранения Республики. По данным оперативного штаба на этой неделе, число заразившихся снизилось на 22%. По сравнению с аналогичным периодом сегодня выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Основная задача на сегодня – это вакцинация для того, чтобы выработать у населения коллективный иммунитет. В Республику поступило 10 182 дозы антиковидной вакцин, а на сегодняшний день привиты 3750 человек. По словам специалистов Министерства здравоохранения и иммунизации в Крачево-Черкесии проходит на высоком организационном уровне. Вакцинация – это единственный способ, это единственный путь специфической практики данной вирусной инфекции. Поэтому те люди, все население, которое не переболело новой коронавирусной инфекцией, находились в изоляции, они могут пройти вакцинацию по месту постоянного проживания, независимо от того, прикреплен ты к той или иной медицинской организации или не прикреплен. Главное, чтобы это была та медицинская организация, где вы постоянно проживаете. В парламенте Крачево-Черкесии сегодня прошла 21-я сессия. В начале заседания присутствующие почти лиминуты о молчании о память своего коллеги, депутата Александра Кславенко. На сессии внесли изменения в закон о республиканском бюджете на 21-й год и на плановый период 2022-2023 годов. Как пояснил заместитель председателя правительства министров финансов Мурат Союнчев, уточняется объем безвозмездных поступлений с федерального бюджета на этот год. Дополнительные средства будут израсходованы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры, на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат, на реализацию производственных и реализованных хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда правительства России на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на недопущение заражения и распространения новой коронавирусной инфекции, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, на обеспечение комплексного развития сельских территорий, также на проведение сельскохозяйственной выставки и иных мероприятий на содействие созданию и развитию инфраструктуры, поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в двух чтениях был поддержан законопроект, внесенный главой республики, которым в перечень государственных должностей республики включается государственная должность представитель главы Крачево-Черкесии по инвестиционной политике. В Черкесске прошла встреча родителей, особенных детей с органами власти. Площадка для диалога родителей с органами власти была организована региональным отделением партии «Единая Россия» и депутатом парламента Фатимой Кардановой. Родители детей с ограниченными возможностями развития задали волнующие их вопросы, касающиеся условий для реабилитации и лечения в нашем регионе, финансирование на приобретение льготных и бесплатных лекарств детям-инвалидам. Также подробно была затронута тема доступной городской среды, которая обеспечивала бы комфортные условия передвижения для маломобильных граждан. Это касается и наличия пандусов в медучреждениях и специальных лифтов для колясочников. В частности, прозвучала просьба сделать лифт в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» круглогодичным. Все вопросы взяты на контроль и в ближайшее время будут подготовлены обращения в соответствующее ведомство. Общественный совет при МВД подарил специальную коляску ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Члены советов пресс-службы ведомства навестили десятилетнего Арсена. Реализовать покупку удалось благодаря совместному проекту трех ведомств «Рождественская сказка». С рождения врачей поставили малышу диагноз ДЦП, но, несмотря на болезнь, Арсен не унывает. Он радуется каждому дню, общителен и добр. Любит рисовать отлично разбирается в марках машин. Для дальнейшего развития и передвижения Арсену была необходима коляска, которая стоила около 100 тысяч рублей. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами мокрый снег, в отдельных районах сильный, ветер западный 6-11 метров в секунду, порывы до 15-20, а в горах до 28. Температура ночью минус 2-7, днем до плюс 5, в горах местами минус 1-6. В Черкесии небольшой мокрый снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 2-4 градусов мороза, днем 2 градуса выше нуля. Что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Следственным отделом МВД по Черкесску в отношении двух жителей Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Ранее сотрудники управления наркоконтроля МВД в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Черкесске задержали их. У них в ходе досмотра обнаружено и изъято в общей сложности 50 тысяч полимерных свертков с наркотическим веществом. Установлено, что данные граждане пытались незаконно сбыть наркотические вещества путем осуществления тайников-закладок с использованием сети интернет. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Почти всю свою жизнь он оказывал ветеринарную помощь, много лет проработал в разных уголках нашей огромной страны. Заслуженный ветврач Карачаева Черкесии и Украины Сапар Кубеков в свои 85 лет активно участвует в общественной жизни. О человеке труда в репортаже Алихана Лепшокова. Жизнь и опыт научат найти подход в лечении каждого животного, утверждает заслуженный врач Карачаева Черкесии и Украины Сапар Кубеков. И в действительности вся его жизнь связана с развитием ветеринарии. Уроженец аула Сарытью Сапар Ахматович еще в 10-летнем возрасте в горячих песках Средней Азии принимал активное участие в освоении целины, за что был удостоен высокой награды. Для спецпереселенцев это были тяжелые годы. Чтобы как-то выжить, приходилось трудиться и добывать хлеб насущный. Мы думали только о том, чтобы не умереть с голода. И мы дети работали. Со мной работал Тимирлиев Тохтар Савула Сартуз, Ермаков Николай, там местный житель, и я. В 10-летнем возрасте я был уже удостоен медали за доблестный труд. Это было в 1946 году, после окончания. Но по неизвестной мне причине, по сегодняшний день нам почему-то эту медаль вручил не военкомат, а директор завода, где мы работали, Золотарев Александр Иванович. В эти сложные годы войны и депортации Сапар Кубеков окончил школу на отлично. Хотел стать юристом, но представителям депортированных народов не разрешали поступать по данной специальности. Ему пришлось подать свои документы на ветеринарное отделение Джамбульского веттехникума. После его окончания поступил в ветеринарный факультет Ставропольского сельхозинститута. Работал главным ветврачом в Астраханской области. Выбор профессии был не случайный, вспоминает Сапар Ахматович. Еще в школьные годы он очень любил животных и высказывал желание их лечить. После того, когда я три года отработал, я еще поступил в Московскую ветеринарную академию и тоже закончил. Это уже в 71-м году. Отлично. Я работал в Старобешевском районе Ордена Трудового Красного Знамени Знак Почета Совхоз, Овощемолочный Совхоз Бешевский, Министерство Треста Украинской ССР. В то время, как, наверное, вы знаете, были Министерство Совхозов и Министерство Сельского Хозяйства. В 1976 году, 11 мая, мне присвоили звание заслуженного ветеринарного врача Украинской ССР. За свой многолетний труд в области ветеринарии в 2004 году Сапар Кубеков был удостоен звания заслуженный врач Карачаева Черкесии. Также Сапар Ахматович работал главврачом ветстанции и ветврачом Карачаевском райветстанции. Последним местом работы для него стал Костокитагуровский ветеринарный пункт. В те годы не было никаких аппаратов УЗИ и спецтехники. Приходилось проводить лечение на ощупь и опираясь на свой опыт, вспоминает наш герой. Даже пришлось оказать помощь питомцу приезжего цирка кенгуру, строение организма которого я только изучал по учебникам зоологии, рассказывает Сапар Кубеков. После этого, я говорю, зафиксируйте кенгуру, то есть укрепите. И принесли презентовый мешок, накинули на этого кенгуру. Пришли там еще рабочие, и я обследовал кенгуру. В области шеи была шишка такая. Но когда я обследовал, сделал пробный прокол, это оказался гнойник. Пришлось разрезать, сделать операцию. Сегодня Сапар Кубеков принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай-Алиев отметил, что несмотря на свой возраст, Сапар Ахматович ведет активный образ жизни и всегда участвует в различных мероприятиях. Будучи интеллигентным, грамотным человеком перед детьми, перед студентами в детской библиотеке, в национальной республиканской библиотеке, в городской библиотеке Карачаевска, в школах, в университете, он говорил о героях, о участниках Великой Отечественной войны. И за свой вот такой труд, большую работу патриотическую, он был в год столетия Кайсина Кулеева, получил медаль, юбилейную медаль Касин Кулиев. Он получил юбилейную медаль поручика Лермонтова за большую патриотическую работу. Сейчас Сапару Кубеков 85, но он и думать не хочет об отдыхе. Помимо общественной деятельности, он много читает художественной и специализированной литературы. Его библиотека насчитывает свыше тысячи книг. Голова должна быть светлой и служить во благо общества, отмечает Сапар Ахматович. Али Халебшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике открылась выставка эхо-афганской войны, приуроченная к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мурад Джанкиозов с подробностями. 15 февраля 1989 года через мост дружбы перешел последний советский солдат. С этой поры это дата праздника афганцев-ветеранов и День памяти и скорби обо всех погибших войнах-интернационалистах. К этой памятной дате приурочили выставку, на которой представлена живая память событий минувших лет. Это и личные вещи, это каска, панама, это даже одежда душмана, там деньги, афганские деньги, документы, стихи, книги, которая в сборник стихов написана самим Мамчуевым. И, конечно, очень хочется, чтобы наши жители Карачаева, Черкесии, ученики, посетили эту выставку. Экспонаты выставки дают посетителям уникальную возможность проникнуть с атмосферой минувшей войны, изучить страницы боевой славы тех, чья юность оказалась опаленной жарким афганским солнцем. Эти экспонаты, которые тут, тот же компас, те же фонарики, я, например, первый раз их вижу, это очень интересно, например. И эти пожелтевшие листочки, письма, это, может, для кого-то это просто так, письма для матери или для девушки, которая ждала с войны, это много значит. И эти вещи должны, конечно, передаваться из поколения в поколение. Пройдут годы, многое со временем забудется, но эхо афганской войны навсегда останется в памяти народа трагической меткой. Останутся стихи и песни, рассказывающие о силе духа и мужестве воинов-афганцев. Выставка – это очень благое дело. Все, что мы делаем, ветераны, вот, афганцы или другие ветераны, все, что мы сейчас делаем, это для нашего подрастающего поколения, чтобы они все вот это видели и сами могли вот лицезреть. Выставка – это для нашей молодежи, для наших жителей, чтобы они все вот это вот могли видеть, как все это происходило, как все это было раньше. Сражение непременно заканчивается, но память вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Мурат Джунг-Юзов, Ислам Мурумов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. До встречи и приятных вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok